Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале Томаты Большим Любовь Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. И вот до начала, как вести с полей, как идут дела с посевами. Вот второй сорт лука зашел, ялтинский. Он зашел 16-го, через 4 дня. 3 дня. Меня удивило, вот на 4-й день. Так, фирма Элита, наверное, ялтинский лук. Я пачку не взяла. Но то, что так быстро зашли, на некоторых тоже есть там пару петелок. Я их не взяла. Ялтинский, вот на 4-й день появился. Завтра, возможно, через день еще сегодня, 17 февраля, вот это посевы. Но будем говорить о томатах, о моих любимых томатах. Но у меня вся семья моим хобби занята. Сын был где-то там, около семенного магазина проезжал, заехал и купил для меня еще семена. Я говорю, у меня уже графики все составлены. Мама говорит, я не смог удержаться от этих томатов. Он сам любит темные и сантоцианов. Смурфиника он купил. Селекция целебных томатов. Источник антиантиксидантов. Но это вот темноплодные. Я положу потом, потом будешь показывать. А пока я вот расскажу. И я принимаю на свой счет замечание. Вы не говорите, куда будете сажать грунт в теплицу. Иногда вроде говорю и забываюсь. И не говорю. Обычно большая часть томатов и в теплице, и в грунте. Но часть томатов конкретно в грунте сказано, конкретно в теплице. С некоторыми томатами были у меня проблемы, которые в грунте сказано, я посадила в теплицу. Так, насколько я могу прочитать. Очень уж от биотехники. Томат смурфиника. В общем, не смогла прочитать. Прошу прощения. Зрение у нас уже с возрастом нехорошеет. А еще он... Ну, говорит, как мне купишь? Блю Пиц. Аэлита. 95 граммов. Серия Народный любимец. Вкуснейший томат от известного американского селекционера до метра 80. Для выращивания под пленочным укрытием и в грунте. Значит, можно его блю пицц. У меня есть такого типа голубая кровь. Еще индига роуз. Долго зреют, но как созреют они на солнышке, очень вкусные. Вот он из темных взял. Любит он еще и оранжевые. Король Сибири у меня был, но был, похоже, пересорт. Два года я сажала, у меня он не получался. Крупноплодный. Плоды с высоким содержанием. Ликопина. Бетакаротина. Но это не буду читать. Фирма Аэлита. Среднеспелый. 100-150 сантиметров. Не такой он и высокий. Вот для выращивания в открытом грунте конкретно. Или под пленочным укрытием. Грунт посадить под укрытием. Не в теплицу, а именно в грунте. Король Сибири. Хвалили. Я в отзывах много читала, но мне его пока вырастить не удалось. Очень похожий томат. Томат оранжевое сердце долго сохраняет вкусовые и товарные качества. Семена Алтая. Произведено в Сибири. Среднеспелый сорт для выращивания пленочных укрытий. И в открытом грунте. Тоже вот пока все в открытом грунте, кроме смурфиники. Но я так думаю, это в тепличные надо сажать. Это пока мои подозрения. Но надо поконкретнее или посмотреть вот в интернете, что говорится. До 600 граммов. Массой 180-200, но отдельно до 600 граммов. Много так томаты они. У кого-то первые кисти крупные, некоторые дальше укрупняются. Но есть томаты от начала до конца одинаковой формы. Но это чаще всего гибриды. И сорта есть, конечно, такие. Ну, а тут как возделывать, что делать. Сажать в марте, сказано. Оранжевое сердце. Для грунта первое, сказано. Но они похожи. Может быть, это более вытянутое сердце. Но это посветлее. Дальше. Патрикеевна. Раннеспелый суперурожайный сорт. Плодоносит до глубокой осени. Опять семена Алтая. Так. Раннеспелый, детерминатный. Великолепный вкус. Вот я хочу посмотреть, где. Не сказано конкретно. Может быть, там в описании и есть. Ну, возможно, детерминатный, скорее всего, в грунте. В открытом грунте. Как-то мне замечание сделали. Все, наверное, в грунте растут. Ну, да, мы вот как огородники. В грунте. В открытом грунте. В закрытом грунте. Вот мне точности допускают. Потом и попадает мне. Томат. Ирина Седек. Очень ранний, холодостойкий, устойчив к болезням. 65 сантиметров. Сантиметров, да. Высота. Тоже ранний. Сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Практически он все мне тут для открытого грунта купил. Как раз томат, золотце, компактный куст, подходит для выращивания на окне. Это черри. В этом году, конечно, я уже черри все выбрала, какие посажу. На подоконнике уже томаты растут, цветут. А вот этот вот томатик, который мне внуки как подрыхлили, уехали, томат сломанный лежит. Корни дал, посадила. Я не срезала. Срезается автоматически у нас. Ранний спелый, супер детерминатный. Высота. Ох, 25-30 сантиметров точно. Это уж на будущий год это золотце будет. В этом году не буду ни для балкона. То есть у меня балкона нет. Балкон есть, но не дома, но как не оборудованный балкон. Как даже их сеять. Для грунта, естественно, я в марте сею. В первых числах. От одного, где вот, скажем, хороший день в марте будет для грунта. Так. Ну, вот помещение. Вот 9-10 тут. Пока еще на март не смотрела. Не могу пока точно сказать. В феврале. Кто еще для теплиц не успел посеять. Кто-то говорит, вот в марте надо для теплицы. Ну, а как, если вот мы будем высаживать в середине апреля и 1 марта, это всего 45 дней. Ну, в общем, я как делала. Вы тоже так же делаете. Как вы делаете, как вы привыкли, так и делаем. Ну, у кого какие условия, так и делаем. Еще для томата в феврале еще есть 20-е, 21-е. Хорошие. И пикировка, и овощей, и цветов, посев. И редисы на зелень. Свеклы и редисы на зелень. Но это я не сажала. Вот тут у меня редиски лежат. Дочка купила, передала. Французский завтрак. Очень люблю я эту редиску. Самый нежный, мне кажется. Я его в марте сею в теплицу по бортикам. Созревает. Ну, и первая вот редиска. Как она хороша. Редиска, там салатик уже. Первый весенний зелень. Не зелень, а уже овощ. Французский завтрак. Очень нравится мне эта редиска. Наверное, дочка поэтому купила. И февраль так уж потихонечку и завершать будем. Тут вот вторая декада февраля идет к завершению. Вот посадка репчатого лука и чеснока на зелень. Защита растений. Ну, а так уже... Я так думаю, что в феврале посадки для теплицы надо, кто еще не успел, надо делать. Двадцать первого я посею то, что осталось для теплицы, для третьей теплицы. Для первой теплицы я уже посеяла. Шестнадцатого. Ну, еще кое-что осталось. Досажать, досеять. Будем работать. Ну, шестнадцатого, конечно, я до белого коленя сеяла. Ну, и там все поштучно. Это когда гектар сеешь вот одно и то же. А тут как бы не перепутать, как бы не запутаться. Ждем сходов. Какие будут сходы, что как зайдет. Будем весь из полей рассказывать. Пока-пока.